Всем привет, друзья! Новая серия проекта Самодельный Ламборгини. И как вы можете помнить, в прошлых сериях мы решили отказаться от слабого ниссановского мотора от нашего донора за 39 тысяч спустя полтора года. За эти полтора года мы машину уже построили. И наконец-то мы все-таки решили поставить в нее действительно мощный, как на настоящей Ламбе, V12. Ну, естественно, у нас будет не итальянский мотор ручной сборки, но мы купили тоже очень хороший автомобиль. Чуть попроще от Pagani Zonda будем ставить двигатель. Кстати, да, действительно, эти двигатели от 140-го Мерседеса, которые мы купили в прошлой серии, ставили на Pagani Zonda. Я еще тачку не видел, она в Питере находится уже чуть больше недели. Егор меня к съемкам не подпускал, потому что он занимался какими-то диагностиками. Он сказал, что пока Мерседес не начнет ехать, показывать его смысла нет. И вот, насколько я понимаю, так как я стою здесь, Мерседес поехал. Мерседес поехал, но ему по-прежнему плохо. Сейчас мы все расскажем, покажем вообще, что происходит с автомобилем. Но для начала сейчас посмотрите, что было вообще происходило за все эти дни с Мерседесом. Какие происходили проблемы, как они решились. И сейчас уже можно произвести небольшой тест-драйв. Вот два моторных мозга. Я думал, что как бы мозга два, но они лежат все-таки в одной коробке. А там две платы, грубо говоря. И тут отдельно будет диагностика от левого мозга, а диагностика правого мозга. В одном разъеме на разных пинах. В общем, все по два. Когда штатную проводку достанете, вы поймете, почему я говорю. Это даже на Мерседесе не работает долго. Короче, вопросики. Это реально черный ящик. А самый прикол, что все не пластмассовое, а алюминиевое. Алюминиевый корпус вот этого, алюминиевая крышка. И сюда еще отдельная такая турбинка, которая дует, прямо на мозги охлаждает их. И печка тоже алюминиевая. На улице дождика. У нас не работают дворники. Я, в общем, решил их нашевелить. Смотрите, что пришлось для этого сделать. Просто взорвать всю переднюю часть вот этого. Все, что здесь находится. Короче, куча-куча кюрпежа. И я снял сами дворники. Сначала я не понял. Я думал, что их что-то держит. Какие-то еще болты. Но они просто оказались нереального размера и нереального веса. Вот так вот выглядит этот механизм. Вы знаете, какой электромотор? Попробую наварить сюда какую-нибудь шпильку. И просто ее притянуть гаечкой, чтобы она не слетала наружу. Наш кабанчик приехал на очень старую сервисную станцию Мерсовскую. Ну, подключили. Она просто даже не работает. Не видит, значит, плюса, который идет от зажигания. Это 15-й. Сейчас боремся над этим. В общем, прошло уже, наверное, часа полтора. Диагностика даже не началась. Я выехал с диагностики. Диагностика, конечно, стоила крепенько. Получилось 5000 рублей. Там просто все идет по нормам часам. Ковырялись мы реально очень долго. Блин, на самом деле я даже ничего не могу говорить, потому что у меня одни эмоции. Смотрите. И начинается разгон. Смотрите. Здесь убрали ошибки. И они сейчас еще до сих пор не вылезли. Заработал спидометр. Пошел какой-то дымовал еще из трубы адский. То ли выгорает что-то. У нас начали открываться дросселя. Короче, сейчас автомобиль едет со всеми, какими только можно, ошибками. Датчики температуры показывают полную чушь. Расходомеры полную вообще хрень. Как он едет, я не понимаю. Просто, что скинули все ошибки. И он как бы выпал сейчас из аварийного режима. И пока начинают радовать примерно какой-то своей динамикой, которая должна быть. Блин, как же это круто. Я заправил 50 литров. От них уже осталось, наверное, литров 25-30. Но я никуда не ездил. Здесь есть такой датчик мгновенного расхода топлива. Смотрите, я, допустим, отпустил газ. Ну, еду 60, да. И тут я нажимаю газ. Нажимаю на газ, и стрелка уходит куда-то в расход за 20 литров сразу же. Мне кажется, что вот если я сейчас нажму на газ, то реально я смогу вытолкать эти жигули на перекресток. Итак, друзья, вы посмотрели, с какими перипетиями уже столкнулся Егор. То есть это, можно сказать, было у нас такое досъемочное время до того, как мы приступили вообще к созданию этого ролика. Ну, а сейчас, когда Мерседес более или менее начал работать, мы, собственно, делаем обзор тест-драйв и посмотрим, что это за тачка. Ну, кстати, знаешь, на фотках он смотрелся гораздо хуже. То есть вот сразу же видно, что кузов более или менее вроде живой. Так с передней части заходишь, и прям какая-то свежесть наблюдается. У него тут с глазиком проблемы, а так достаточно такой он неплохой. Это тот самый легендарный 600-й Мерс, о которых все говорили 20 лет назад. И обычно тест-драйв-то начинаешь с открытия вот этой двери. Я предлагаю открыть сначала вот эту дверь. Все кроется вот здесь. Ох, сколько же тут места. Ты реально просто как надевал. Он такой убитый, просто жесть. Но при этом... Я убитый. Ну, вот кожа вся потрескавшаяся, все уже смялось. Она уже сама себя, мне кажется, поглощает. На самом деле, я настолько влюбился в этот автомобиль, я его буду защищать до последнего. 185 тысяч рублей. Кредит. Мне нравится. Но Егор его забрал за 155. Это было лютое торгование. Это вообще у нас до сих пор идут перипетии по поводу документов, в которой машина оказалась слита в утиль. Потом мы поняли, что это все-таки не утиль. Даже еще до сих пор непонятно, что именно с документами происходит. Поэтому документальный вопрос еще находится в воздухе. Но, во всяком случае, есть договор на нас. Мы добропорядочные покупатели. Поэтому к нам вопросов нету, машину не отнимут. И можем ей заниматься. Тем более, что документы нам особо на нее не нужны, так как нам из нее нужно взять только двигатель. И нам просто нужна бумажка о том, что мы этот двигатель нигде не украли. Это все технические моменты, от них отличемся. Давай лучше разберемся, собственно, по задней части этого автомобиля. Я смотрю, лампочка светится, то есть у нас даже аккумулятор заряженный. Вот сейчас я уже не уверен. Потому что аккумулятор нам эти жулики сунули вообще как-то маленький, от матиза от какого-то. Что в те времена, 20 лет назад, имел владелец S-класса? Эта тачка, ну, грубо говоря, на наши деньги сейчас стоила бы миллионов 20. Непонятно, сколько она стоила. Потому что курсовки менялись, все менялось. Цены, которые можно найти, они в Deutschmark. В общем, все очень непонятно. Но можно сказать одно, что реально мало людей могло позволить себе эту машину. Напишите вообще, что, если у кого-то есть информация, что происходило в те годы именно с этими машинами при покупке, сколько она стоила. Не найти никакой такой информации. Точный. Короче, здесь сзади есть только регулировки подголовников, спинки сидений, стеклоподъемники электрические, ну и достаточно большое пространство. Это зеркало. Ну, больше ничего нет, да, реально? Да, здесь тоже никакого холодильника, ничего нет. Это ты открываешь и спрашиваешь, эй, чувак, ну что, ты готов нам все отдать? Ты подписывай, да, суешься? Да, 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 нет? И просто вот так вот. Ну ладно, сиди дальше. В общем, задним рядом все понятно, но он нас сегодня не особо интересует. Самое главное в этой тачке находится под капотом V12. И я предлагаю для начала на него посмотреть, а после послушать, как он звучит. Все, значок даже сохранился, вообще не верится. Я готов. Блин, это самое красивое, что в этой тачке есть вообще. Смотри. О, он просто огромный, реально, посмотрите, какой он здоровенный, этот двигатель. И ведь нам видно далеко не все сейчас. Ну да, последний цилиндр, он уже вот там вот заканчивается, под этим подбалконом. То есть, грубо говоря, как в Blackjack'е у нас два котла в салоне, вот здесь похожая примерно ситуация. Нет, до салона еще далеко. Слушай, ну выглядит он максимально неплохо, на самом деле. Для 20-летней машины, да, вот это вот такое состояние, он и чистый, он и нормальный. Или это все пришло в процессе твоих ковыряния в этом двигателе? Нет, он изначально был, в принципе, такой же чистый. То есть, здесь он еще не мыл, ничего не делал. Сейчас снят весь вот этот вот пластик облицовочный, и можете видеть, сколько здесь всякой хрени. Но вот так, если подальше отойти, смотри, насколько плотно забито вообще пространство. Просто для сравнения, посмотрите, рядом стоит Ford Transit, и он точно такой же ширины, как этот Mercedes, и здесь все битком в проводке, в двигателе и во всем остальном. Смотри, Илья, чтобы прям вот тебе сразу понять суть проблемы. На примере этого тачика расскажу. Видишь, 4 контакта. Здесь у нас тоже 4 контакта, а проводы выходят 3. И все провода одного цвета. Вот они все одного цвета, то есть вся моторная проводка. Ну, я не знаю, кто ее делал. Может, это даже был не человек. А нормальная работа двигателя у нас начнется с замены вот этой вот проводки. Как у нас сейчас работает двигатель? У нас снят температурный датчик, у нас снят разъемный расходомер, потому что, если мы одеваем, блок управления двигателем начинает принимать какие-то вообще сумасшедшие значения и зарубает его в аварию. То есть все, и перестает открываться дроссель, он работает чисто в аварийном режиме. Скажем так, едет как, ну, как жига. Мне сразу же нравится, что ты отключаешь, казалось бы, половину датчиков, а двигло все равно работает. Вот если бы мы взяли какой-то японский V12 или современный V12, такая бы фигня не прокатила. Там любой концевичок отвалился на дверь, и все, уже не работает тачка. А здесь именно вот такой старый надежный дуболом. В общем, ладно, разговоры про этот двигатель можно вести бесконечно. Я думаю, мы еще этим и будем заниматься несколько серий. Ну, а сейчас я хочу услышать, как он заводится. Не, к сожалению, он не заводится. Первая проблема это аккум, это легкая проблема. Будем надеяться, что дальше не вылезет новый. Аккум в багажнике. Все, аккум в багажнике, да. Смотри, какой багажничек чистый. Ну, здесь еще остатки крови остались какой-то, но в целом он очень чистый уже. Меня больше всего поражает размеры этой тачки. Она такая широкая, она такая здоровая. На ней вообще, наверное, парковаться невозможно в городе. У нас подтянулся независимый эксперт. Вот это моторище, е-мое. Блин. Я его увидел в первый раз. Это что-то нереальное. Офигеть, какой он здоровый, блин. Это В12 же, да? Да. Блин, это будет вообще ураган. Бородатый, ты с ума сошел, ее порвет, блин. Вот этот акум, это восьмидесятка. Здесь должна стоять сотка или девяностик. То есть это еще маленький акум. Это еще маленький для него. Смотри, какое пространство под аккумулятор, видишь? Знаете, как эти в мире животных. А сейчас мы посмотрим за повадками Романа. В 140-ом. Как это открывается? Блин, вообще 600. Все вот прям. Эти цифры, они сразу тебе говорят о том, что тачка прям на самом жиру. Блин, нафига тут как царь прям сидишь. И люк даже есть. Блин, вот это тачан. Я первый раз такой сижу, честно. Все какие-то тонкие что-то. Нифига не из бригады тачка, да? Ну, не бронированная, да. Ты смотри, не разбей. А, Лобаш не оригинал. А что эти фули такие модные стоят? Нифига себе, блин. Только диски стоят денег-то, ела-пала. Сколько такие диски? Ну, тысяч пятьдесят стоят. Ну да, диски действительно очень классно выглядят. О! Завелся, смотри-ка. Со второго раза завелся, как только отым поменяли сразу. Это на самом деле для Егора такая игрушка, потому что он любит вот эту вот старую, клевую, кайфовую технику, о которой все мы когда-то мечтали, много лет назад. Сейчас она уже устарела и стоит дешево. Ну, а я жду, не дождусь, когда мы деинсталируем этот двигатель и установим его в ламбу. Вот тогда должна начаться жара. Можно погасовать, да? Блин! Заглох. Егор, я сломал его. Егор с криками, зачем он газует? Побежал кроме. Это на самом деле проблема вот этих вот моторов и таких людей, которые заводят, на холодную газуют, потому что здесь алюминиевый блок, соответственно, задиры, и давай, до свидания. Чувствуете, он купил себе свою игрушку любимую, не разрешает ее трогать. Он уже меня не подпускает уже неделю к этой машине. Я отрываю трос вообще, капотушку. Блин, короче, тачка упала в аварию из-за того, что мы газовали с Ромой. Сейчас машина пока греется, мы попробуем прокатиться, но, возможно, она сегодня не поедет. Но в любом случае там еще колдовать и колдовать с этой косой. Блин, это ошибка АСР, я ее помню. У меня когда был 124-й, вот эти три заветные буквы АСР, они вообще не давали машине ехать. Пробег 371 тысяча, во что я слабо, конечно, верю. Далее, давайте, обзор интерьера. У нас есть вот такая вот штучка. У нас есть какой-то ключ, это, видимо, для бардачка. Да, это чтобы пистолет вот так власти закрывать его. Двойные стекла. А у меня не работает стеклоподъемник. Вот он, вот он. А там что? А, это блокирование дверей у меня тут кнопка. Смотри, реально, какие стеклопакеты. Первый раз такое вижу. Типа шумоизоляция здесь очень мега. Они реально толщиной с палец, посмотрите. Здоровенные стекла. Здесь должна быть очень крутая шумка. Далее, подогрев сидений, пожалуйста. Это, видимо, во время снега, да? Спорт режим, эконом режим, стеклоподъемники дальше. Что такое? Ну, нажимает, наверное, задняя штучка. Тренировочка из 90-х. Дальше музыка. Какие-то... Вообще, такой аналоговый автомобиль, конечно. А ты занял регулировку руля? О-о-о-о! Нифига электрическая! В общем, она и туда, и туда, но во всех плоскостях. Почему не заработает, Егор? Что-нибудь есть, что не работает? Люк. Даже люк работает, да? Слушай, а ты говорил, здесь есть электрорегулировка зеркала. Где эта кнопка? Вы зеркала, надеюсь, не вручную откидывали? Вручную. А, тут вот есть карточка. Ну да, кстати, да. Но она не работает, потому что мы механизмы сломали все уже. Да ничего мы не сломали. Вот я переключил на центральное, это зеркало. Серьезно? Серьезно? Нахер ты его руками крутишь, скажи мне. Я его не трубил. Почему, Рома, ты сначала берешь... А, так оно электрическое. Итак, у ребят задача. Сложить зеркало. Не, не надо. Не ломай. Ну давай, время пошло. Давай, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Нет, нет, нет. Вот так вот, но что-то надо сделать. Нет. Я разобрался. Все работает, да? Блин, тут настолько все крепкое, что Рома даже не сломает. А вы заметили, что отдельно подушка сидения ездит? Вот сидение целиком, то есть можно нажимать всю кнопку. А можно только вот эту часть. Да, только верхняя часть будет ездить. Офигеть, они 20 лет назад уже столько всего сюда заложили. Здесь же есть ручной режим. Просто оно в ручном, аэсэр пофигу становится. Когда у тебя коробка вручную, на 124-м было то же самое. Если ты вручную щелкаешь, то она прет на всю мощь вообще. Ну ладно, давайте, в общем, попробуем немного проехаться. Газпол. Ну, все, можно. Да не, можешь пол не сжать. Ну, звуки красивые, наверное. У них тормоза-то есть? Ой. Ладно, тогда сейчас делаем стоп. Как клемму с ним, Егор? Да, попробуем, правда. Вдруг скинется. Так, сбросили клемму. Егор, конечно, настроен скептически, но вообще ошибка СР погасла. Поехала тачка. Ооо, система стабилизации. За работу! Блин, я уже чувствую, какая дурь стоит под капотом. Вот эта мощь, она такая тяжелая, она такая крепкая, она такая здоровенная, у нее такая мягкая подвеска. Может, я на следующее выйду? Итак, давайте замерим сейчас разгон до 100 км в час. Для этого нужно выбрать пустой промежуток времени, чтобы не было других машин. Лаунчевать можно? Или лучше не стоит сейчас такие? Просто нажми на газ, все. Ты все поймешь. Ух ты, да зацепа нету. У нее сразу начинается про буксовки, про буксовки. Она идет, ну прет прям хорошо. Мне страшно было, мне было вообще стремно сейчас. 8,2. И это при том, что зацепа никакого. Недавно был дождь, что двигатель работает не пойми как. И у нее такой вес. Там резина еще, какие-то сухари старые, лысые. Но они прям, я в зеркало сейчас смотрел, буксует сильно. Надо еще раз попробовать и не так давить газ в полу жестко, как я это делал. Все-таки более плавно набрать зацеп. Состав-то чуть-чуть, а потом нажать. Да, самое прикольное, что у меня прям по ощущениям ее несло до всех 100 км в час. Почему я закричал так, когда к той машине подъезжал? Мы все кричали. Я сижу за рулем, жму газ в пол, пытаюсь ее подруливать, а машина вот так вот просто едет. Попытка номер 2. Смотри, какая, да? Вот теперь газ в пол пошел. Как катер поднимается, да? Да, да, да. Вышло на клисер. Ура! Блин. А-а-а! Какое оно неповоротливое. Я так сотку и не набрал. Я сбросил, потому что страшно. Мы едем 76 км в час. Ощущение, что просто скорость 30. Она очень стабильно стоит на дороге. Если бы не вот эти покачивания еще на колее, то было бы совсем круто. Еще поглядывай на стрелку бака. Нам уже скоро на заправку надо. У нас еще четверть бака. Ты что? Ну, была не четверть. Сейчас машина работает без расходомера. То есть он льет туда просто бесконечное, количество топлива какое-то. Смотри, ты такой едешь по городу, скорость 60. Тебе надо обогнать. Бах! Просто. Лев, у нас расход 35 литров на 100 километров. С твоим стилем мождение. Хороший зацеп. Ровная дорога. Газбол! Ой, нет, а менты. Да пофиг, это просто менты. Да, конечно, это просто менты. Это просто амбол. Давай, гони. Не всти. Да ты не врубаешься. Они тоже могут тебя остановить. Они нас не догонят. Они не догонят. Сми. Давай, я газонок. Все, они отстали. Блин, Матисс, уходи. Офигеть, 140 набрала. Даже не заморщилась вообще. Вот эта машина едет. Ладно, я думаю, надо немного заправиться, чтобы у нас не случилась неприятная ситуация. Поехали километр. Тестов еще много надо делать. Дай бог, чтобы байк был справа сейчас. Ну все, еще одна осушенная заправка сейчас будет. За нами не занимайся. Бензина больше не будет. Ну что, сотым, я думаю, надо заправлять. Ты что, с ума... Какое его надо заливать? Льем сотый, правильно? Да 92-й. Тогда не было еще такого бензина. Ты что? А теперь эксперимент. Вот здесь он может, ну 80 может войти литров где-нибудь. Сейчас при четверти бака? Давай доцел 50 литров, чтобы было. Все, хватит. 50 литров, 2000 рублей. Так мы заправились на 2000 рублей 50 литров. И сейчас мы посмотрим вообще, сколько будет показывать у нас изменение датчик. Было четверть бака. Что там, поднялось? Слушай, поднялось нормально, кстати. Почти полный. Итак, мы заправились. Мы подкачали колеса. У нас нет никаких ошибок, а это значит, что самое время делать замеры. А теперь газфол дожимаю. Хороший стандарт. 7,5. 7,5. Это уже гораздо лучше. Вот остальчик едет, хочу сказать. 7,3. 7,3. То есть мы раз за разом бьем просто попытки. Сейчас будет еще лучше. Сейчас я попробую сделать лауч. Вообще получится что-нибудь или нет. 6,9. 6,9. Если мы побьем 6,7 в следующей попытке, то он уже будет быстрее, чем на ламбе. Грубо говоря, вот в этом неработающем состоянии. Хотя если скинуть с нее весь вес, который есть сейчас просто, вот в этом же виде мотор переставит ламбу, это уже будет очень быстро. Тем более у нас будет коробка, не автомат тупой. А у нас-то будет ручка, мы сами пошинкуем как нам надо. Вообще кайф. Да, конечно. 6,7. Стабильные 6,7. 6,7? Да ладно? Вот это вообще хорошо. Это новый рекорд. То есть мы сейчас на этом моторе сделали такое же время, как мы делали на ламбовском Ниссане на весе, ну на каком-то микровесе. Ты понимаешь, что ты нашел тачку за 155 тысяч рублей с таким мотором, в таком состоянии, с такой компрессией. Самый прикол, что люди вбрасывают в тюнинг такие деньги, чтобы их тачка ехала в это время. Да, за 6,7. Да, 6,6. А у нас было? А у нас 6,7. То есть она на одну десятую медленнее, чем... В принципе, приближаемся уже к паспортным данным, да? Так, мы нашли маленькую парковку с песочком, с таким вот, с мелким, да? Будем уничтожать подвеску и парковку. Он хочет задом лестить, походу. Что ли, что делать? Это вообще можно с камерой внутри посмотреть, вот так вот это делает, и все. Мечтает каждый пацан вообще, да? Купить кабана и наваливать на нем. Да. Я думаю, нам уже нужно уезжать, потому что уже наверняка вызвал кто-то вот из этих домов, который вбесился на кабанет. Все, сиди, сиди. Мы уезжаем. Потому что вызвали ментов, Рома. Быстрее. Где? Давай, погоня, погоня. Газ, газ. Тихо, тихо, тихо. Ты серьезно? Да нет. Блин, дураке. Я же испугался. Тихо, 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 тихо. Безумец. Ой-ой-ой. Да. Ром. Тихо, тихо, тихо. Не гони. Это все с колес, да, Личик? Или что-то отвалилось? Давай чуть подальше отъедем отсюда, реально. Смотри, даже обшивки с дверей отлетели. О, да, правда. Ну, мы ей дали впервые за много лет, наверное, сейчас жестко, прям копоти такой. Давай, заедь сюда. О, там эвакуатор есть. Блин, я испугался, меня напугали, у меня сердце стучит. Думаю, реально что-то случилось, ментов вызвали какие-то. Дураки, блин. Давай до тут, да вообще до упора едь. Что за звуки? Сейчас. Главное не выпасть. Ай, тут мокро. Какие-то странные звуки отсюда пошли, а вот оно что. Понятно. Резина. Это резина. Это лишнее просто. А, она кончилась что ли? Странно, почему кончилась резина? И когда там внутренний корт вообще торчит, смотри. Круто. Очень круто, мне понравилось. В общем, все, друзья. Вот таким получился наш обзор этого 140-го, который мы купили для того, чтобы использовать только двигатель. И двигатель здесь, как оказалось, в идеальном состоянии. 6,7 разгон до сотки, хотя по паспорту должен быть 6,6. То есть, эта машина за 20 лет не потеряла своей мощности. Далее у нас начинается полностью настройка нашего 6-литрового двигателя. Егор будет заниматься всей электрикой, всей косой для того, чтобы тачку довести до максимального состояния. Потому что, если мы вытащим двигатель прямо сейчас, то мы не поймем, как он должен работать, как, что там должно идти. То есть, мы доводим его в стоке сначала до идеального состояния, а потом уже свапаем этот мотор. 6 литров, больше 400 лошадиных сил и невероятный крутящий момент. Так что, друзья мои, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ну, а на сегодня все. С вами был Илья, Роман, Егор. Всем огромное спасибо за внимание. Надеюсь, что вы получили удовольствие от просмотра этой серии. До скорых встреч!